Спасибо. Так, идем дальше. С нами Ли Ньюс.ру. Здравствуйте, Малия Владимировна. Ньюс.ру. Недавно в Ереване прошли акции с требованием выхода Армении из ОДКБ и, как известно, ряд высокопоставленных армянских чиновников выразили недовольство реакции организации на пограничные конфликты с Азербайджаном. Как МИД может прокомментировать взаимоотношения с Ереваном в рамках ОДКБ и насколько вероятно, что Армения действительно может выйти из этой организации? И в данном контексте еще вот такой вопрос нас интересует. В последнее время США активизировались в Закавказе и идут разговоры о том, что США могут предоставить военную помощь Еревану взамен на выход из ОДКБ. Как Россия отреагирует, если такое произойдет? Вы знаете, мне кажется, что звучащая от отдельных политических деятелей необоснованная критика ОДКБ не идет на пользу и не способствует поиску выверенных взаимоприемлемых решений. Где бы эти политики не находились, честно говоря, по-моему, толку от подобных деструктивных заявлений мало. Я имею в виду смысл-то в другом. Вот сегодня, 29 сентября, в Ереване генеральный секретарь ОДКБ, Станислав Зась, представит премьер-министру Пашиняну оценки предложения по итогам работы в Республике Армении миссии ОДКБ. Оставился вперед с 15 по 23 сентября. Направлено все это на решение, я имею в виду направленные миссии по решению лидеров стран-членов ОДКБ для мониторинга ситуации в отдельных приграничных районах Армении. До этого, 27 сентября, предварительный доклад был представлен Станиславом Засьем в рамках заседания Постоянного совета ОДКБ. И я думаю, что вы об этом знаете. И Станислав Зась, начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров вместе с экспертами побывали в районе армяно-азербайджинской границы, оценили состояние дела на земле. Дополнительная информация, я думаю, будет регулярно появляться на официальных ресурсах секретариата ОДКБ. А что касается принятого Ереваном решения не направлять в этом году воинские контингенты для участия в совместных учениях ОДКБ в Казахстане, я думаю, что в этом вопросе, видимо, Армения действует, исходя из тех приоритетных задач, которые стоят перед ней и ее вооруженными силами с учетом текущей обстановки. Суверенное право. В целом же взаимодействие с Арменией в рамках организации мы можем охарактеризовать как плодотворное, эффективное. Текущее председательство этой страны в ОДКБ совпало с периодом особых вызовов и угроз коллективной безопасности, которым нам совместно необходимо противостоять. В Ереване представится саммит ОДКБ, он закрепит результаты деятельности этой структуры за 20 лет. Думаю, что и будут очерчены новые перспективы на будущее. Вот насчет возможности предоставления военной помощи со стороны Вашингтона. Эта тема комментировалась уже неоднократно и руководством нашего ведомства, и по линии ОДКБ. Если Вы хотите, я могу прислать ссылки на эти заявления, но я думаю, что Вы их тоже видели. Да, вот в рамках армяно-азербайджанского конфликта также еще есть один вопрос. Премьер-министр Армении Никол Пашинян после очередного обострения на границе, которое произошло накануне, заявил о необходимости ввести приграничные районы международных наблюдателей. Как Москва относится к такому предложению? Мы выступаем за полную и неукоснительную реализацию всех тех договоренностей, которые были заключены тремя странами для урегулирования того затяжного конфликта, который много раз срывался в опасное кровавое пике. Там намечено очень многое. Там есть и теория, и практика. Там есть констатация произошедшего и план на будущее. Эти документы согласованы не просто между посредником и каждой отдельной страной, а между странами, которые являются частью этой длительной истории конфликта. И этим они и бесценны, и этим они действительно являют собой настоящую, а не мнимую дорожную карту. Мне кажется, просто не надо никому. Я думаю, что, в принципе, немало людей, политиков, общественных деятелей, как внутри различных государств, которые объединены соглашениями, и особенно, конечно, внутри двух государств, о которых идет речь, так и вовне хотят подменить собой или своими идеями то, о чем договорились. Обещают они много, обещать они умеют. Делать, правда, за эти годы они сделали не так много, и что-то результатов не было. А вот эти договоренности, которые были выработаны, на бумаге не остались. Они реализуются поэтапно, пошагово. Не все реализуется так, как хочется, потому что хочется всегда максимума. Но при этом это работает. Поэтому, мне кажется, нельзя подменять действующее реально чем-то мнимым. Но это, наверное, общее правило. Так, с нами ли Москва-Баку? Здравствуйте, Мария Владимировна. Да, здравствуйте. У меня вопрос в продолжении той тематики, которую, в общем-то, поднимала моя коллега, но были бы очень благодарны, если бы что-то смогли добавить. Вопрос такой. Мы в последние недели видим такой новый виток выражений некоторыми западными странами-лидерами, которые интерпретируют себя в качестве посредников в армяно-асербайджанском регулировании такую откровенно несбалансированную позицию по отношению к сторонам, скажем так, когда государство, в частности, зачастую в последнее время звучит от Франции, встает на защиту одной из сторон. В общем-то, складывается впечатление, что какие-то силы не здесь и сейчас, а уже довольно длительно пытаются повлиять на ситуацию на Южном Кавказе и как-то спровоцировать столкновение интересов. Но вот как вы можете это прокомментировать? И в этой связи все-таки вот есть общий позитивный вектор движения Азербайджана и Армении сейчас к вопросу подписания мирного договора, потому что информации много и не совсем ясно, что происходит. Вы знаете, я уже говорила об этом раньше, но что я, говорили об этом наши эксперты, специалисты и руководство нашей страны и ведомства тоже четко обозначали позицию и констатировали, что действительно мы видим попытки ряда внерегиональных игроков перенести или привнести нестабильность в регион, который только-только получил шанс, оформленный в правовом русле на выход из затяжного кризиса, или перенести ситуацию нестабильности на Украине на другую часть постсоветского пространства, в том числе и Южный Кавказ, хотя не только Южный Кавказ, вы же видите, да, какие попытки дестабилизации ситуации проявляются и предпринимаются на всем постсоветском пространстве. Это, конечно, линия крайне деструктивная, крайне опасная. Со своей стороны, наша страна продолжает энергичные усилия по деэскалации обстановки на армяно-азербайджанской границе и в контактах и с Баку, и с Ереваном. Соответствующие шаги предпринимаются и по линии ОДКБ. И, конечно, необходимо обеспечивать устойчивый режим прекращения огня и отвод всех сил на прежние позиции. Да, мы действительно видим, что существует целый ряд внерегиональных игроков, которые хотят, ну, вначале хотели вообще присвоить себе какие-то лавры, мирного урегулирования или реализации мирных договорённостей. Ну, в принципе, не жадные, мы всегда готовы поделиться успехом. Но сейчас мы видим и другую тенденцию, когда они пытаются просто поставить палки в колёса реализации этих договорённостей, а вот это уже серьёзно. Мы по-прежнему исходим из того, что залог стабильности на Южном Кавказе – это полное выполнение всех, как я уже сегодня сказала, положений трёхсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Мы считаем важным в нынешней ситуации активизировать работу на всех треках, включая разблокирование, естественно, экономических, транспортных связей в регионе и делимитацию границ и согласование мирного договора. — Получается, что Москва ведёт работу по пресечению каких-то негативных сценариев? — Нет, мы сконцентрированы на реализации тех договорённостей, которые есть. Мы считаем это приоритетным, что и будет во многом гарантия недопущения деструктивных тенденций, кто бы за ними ни стоял. — А по готовности сторон к мирному договору какие-то? — Сказала уже, уже упомянула. Так, есть ли у нас информационно-аналитическое агентство «Вестник Кавказа»? Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин